Приветствую вас. Ну что же, я сочувствую вашей ситуации, в которой вы оказались, и думаю, что какие-либо советы здесь давать никакого смысла не имеют. Дело в том, что альтернативой развода в данном случае было бы, наверное, пожалуй, только лично психотерапия, причем вместе с вашим мужем. Для того, чтобы вы, в принципе, переключили свое внимание с свекрови на что-то более насущное. Например, на своего ребенка, например, на своего мужа, например, на ваше будущее, которое лично ваше, да, и может быть с супругом или без него, но в любом случае вот такой вот аспект, он тут очень, мне кажется, важен и очень сильно в данном случае оказывается без внимания, что, на мой взгляд, является, ну, совершенно неприемлемым. Вот. Значит, давайте мы с вами разберем ваш текст немножко поподробнее. Значит, хочу выговориться и услышать советы специалистов. Ну, Виктория, советы специалисты не дают. Мы брак три года, живем в квартире своей крови, которая оформлена на нее. Ну, вот вы брак три года, что между вами общего с мужем? Что вас общего с мужем? Что вас объединяет? Что вас связывает? Кроме, я имею в виду, ребенка сейчас. Что между вами общего? Вот. Живем в квартире нашей крови, которая оформлена на нее, да? Вот, вот. Вы в этой ситуации как-то оказались, это очень важно увидеть, как вы в ней оказались, благодаря чему вы в ней оказались, да? Вот. Все это время, что мы живем с мужем, она акцентирует внимание на том, что это ее квартира, она тут хозяйка, меня натерпеть не может, так как считает, что я вышел замуж за ее сына из-за жилья, хотя у меня есть где жить в родительский дом. Ну, в данном случае очевидно, что вас это как-то задевает, да? То есть вот задевает эта ситуация, где свекровь это говорит. То есть у вас не получается опереться на себя, у вас не получается вот на что-то в себе опереться самой, да? Вот. И вас эта история задевает. Очень важно постараться понять и увидеть, чем вот эта закрывация задевает. Да? То есть какая-то неполнатвоенность здесь, какая-то угроза, может быть неуверенность в мужа вашем, вот. То есть тут, ну, могут быть достаточно большого количества, может быть, нюансов. Вот. Можно много перечислять ее гадких поступков в мой адрес. В том году она устроила большой скандал, опять же, на почве недвижимости. Мужа оставался в стороне, держа нейтралитет. Вот. Ну, очевидно, что у вас много злости на человека. Очевидно, что у вас обида на мужа, что он оставался в стороне, вот. Это вопрос, конечно, к тому, какие отношения именно с супругом вы устраиваете. Потому что, ну, вот, то, что муж оставался в стороне, само по себе не является чем-то плохим. Но то, как вы к этому отнеслись, да, и отнеслись ли вы как-то к этому, это вот очень важное значение имеет. Что касается скандала большого, то, опять же, на мой взгляд, ну, скандала бы не получилось, да, если бы в нем не участвовали, например, например, вы. Я не очень понял, участвовали вы в нем или нет, но если бы вы в нем не участвовали, его бы не было. Поэтому скандал невозможен без нескольких сторон. Ну, опять же, с одной стороны вас это как-то задевает. С другой стороны, нужно вот, чтобы вы изучили такую игру психологическую. Она называется скандал, вот поисследуйте, я думаю, что вам это будет понятнее. Тогда меня очень зацепила вся ситуация. Я хотел уехать от мужа и развестись, но узнала, что беременна. Вот еще такой интересный момент. Вы говорите, что вас эта ситуация зацепила. А как? Ну, кричит, ну, устраивает скандал человек, да. Ну, действий же никаких активных она не предпринимает. То есть она вам не вредит, она не бросается там на вас с кулаками, если я правильно понял. То есть вас эта ситуация чем-то задевает. Повторюсь, вы не обязаны терпеть такое поведение. Но то, что вас это задевает, это является вашей проблемой. То есть что-то внутри вас, вот вы чего-то избегаете внутри себя. Да, то есть там есть какой-то конфликт внутри. Так, узнала, что беременна. Интересный момент. Вы живете в условиях, значит, давления свекрови. Вы думаете о разводе и вы беременеете. То есть, ну, вот некая такая двойственность, на мой взгляд, в вашем поведении присутствует, да. Дочке пять месяцев свекровь не меняется, а она должна меняться с чего бы. Придя недавно в гости на день рождения своего сына, она опять начала говорить, что она хозяйка, это ее квартира, что если бы не эта квартира, где мы живем, то ребенка бы и не было. А корянница, что она говорит? Вот знаете, она просто говорит, а вы как бы, ну, создаете семью и так далее. То есть, вот, как бы, свекровь вас принижает, да. Это правда. Но это ведь ее дело. Да, это ее дело. А как вы, вот вы сами в этой ситуации, как себя чувствуете и почему вы себя так чувствуете? Это интересно. Она постоянно меня провоцирует? Нет. Нет. Это перекладывание ответственности. Не она вас провоцирует. Она задевает в вас что-то, что вам хочется выразить. Но что вы, вот, как бы, это не знаете пока, игнорируете это, избегаете. И вот, избегаете в проецирование, то есть, в перенос на этого человека, вот, своих каких-то невыраженных эмоций. Ээээ, хочет уколоть побольнее. Ну, опять же, а у нее есть возможность уколоть побольнее? За счет чего? Эээ, так, ну я не сдаюсь, держи до последнего. А что это значит? Это значит, что вы просто сдерживаете себя. Ну, самый худший вариант, обратиться со своими чувствами, какой может быть. Я знаю, что нам нужно приобретать свое жилье, я говорил этому уже до рождения ребенка, но его устраивало то, что мы живем в квартире его мамы. Так, а толку-то, что вы говорили мужу об этом? Да, если вы говорите, за вашими словами нет никаких действий, далее выбери имени этих, как бы, под какой резон вашему мужу вас слушать. Ну, его устраивает, да, и вас, получается, тоже устраивает раз. Вот так все происходит, разве нет, Виктория? Так, эээ, сейчас он согласен, что нужно что-то решать, а вы сами что-то решить не хотите, кроме развода? Ну, просто, просто, вот, почему вы, как бы, мужу только говорите? То есть, ну, если вы хотите жить отдельно, да, до беременности, понятное дело, ну, вы могли бы съехать, как бы, съехать на съемную квартиру и пошли там отдельно, мужа позвать, если, ну, вот, вам хочется отдельно жить. То есть, у меня ощущение, что вы просто вот от мужа требуете чего-то, а его все устраивает. А вы сами видите только уход от него. А это решение, ну, оно вам может не подходить на данный момент. Ну, у нас есть определенная приличная сумма, но даже с учетом нынешних цен ее не хватает. Я сейчас нахожусь в ходе креатива, возможно, сплатить дипотеку. Нет, дорогие специалисты, что делать? Что делать, чтобы что, Вактория? Я так устала, несмотря на то, что я так люблю мужа, я хочу уехать, чтобы вести жить спокойно и чувствовать себя у себя дома. Чувствовать себя у себя дома – это абсолютно нормальное желание. И я понимаю, что вы не чувствуете себя хозяйкой с другой стороны. А что бы было, если бы вы просто жили вот в том месте, где вы живете сейчас? Просто по своим правилам, что бы сделала свекровь? Что бы сделала свекровь? Ну, вот реально, кроме своих действий, что бы она сделала? Кроме своих слов, точнее, что бы она сделала? Что она могла бы сделать вообще? Я не хочу зависеть от его мамы. А как вы зависите от его мамы? Каким образом эта зависимость себя проявляет? Так, она меня просто ненавидит, делает все, чтобы делать мне плохо и больно. Но это вы перекладываете ответственность на нее, потому что это скорее у вас ненавидит вследствие того, что вы сдерживаете определенные чувства и сдерживаете себя. А то, что она делает вам плохо и больно, вновь это ваша ответственность, потому что вам от ее действий плохо и больно, дело не в ней. И иногда вы уедете, да, вы будете жить отдельно, но ваша проблема это не решит. Проблема того, что кто-то может сделать вам больно. И по опыту я могу сказать, что вот эти чувства, которые идут вместе с тем, что вам плохо и больно, они вам нужны, и вы бессознательно будете искать такие ситуации для того, чтобы это чувствовать дальше. Мне настолько бративно, когда она берет на руки мою дочь, просто не передать словами этот человек столько мне обиды и гадости наговорил, что у меня просто отвращение. Ну, отвращение это нормально, вот, обид, значит, столько обиды и гадости наговорил, обида это, я боюсь, проблематика ваша, с которой нужно работать. Вот, я постоянно превращаю работу над собой, а каким образом, как это будет, как это происходит, если вы про молитвы, то, ну, это не работа над собой, вот. Ну, бывает, после очередных гадких слов так накрывают, что хочется бросить все. Ну, так вас задевает слона ее, только как, непонятно и чем. Я знаю, выход один, это свое жилье нет, это не решит вашу проблему психологическую. Вот, как прорабатывать ситуацию, как держаться и все в этом роде. Психотерапия, Виктория, психотерапия. В данном случае, в первую очередь, выражение всех ваших чувств, которые сейчас у вас, вот, накопились. А дальше смотреть по ситуации и по тому, вот, как вообще, ну, в какую сторону вы будете двигаться. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго. Ну, вот, очень хороший. Удачи в нем пам Estamos dare. Удачи. Удачи вdependamment... Продолжение следует...